Дорогие друзья, всем добрый день, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду. Сегодня я к вам с очередным видео моих аутфитов на весну. Я сделала такое видео одно на прошлой неделе и сказала, что я постараюсь повторить это на... Делать такое видео каждую неделю, но не знаю, если получится, вот пока я держусь. Второе видео записываю. Для тех, кто не смотрел мое предыдущее видео, я хочу напомнить, что я решила вот снимать такие видео с тем, чтобы иметь какую-то вот, знаете, наработку вещей, которые... Коллекцию, так скажем, да, которую я буду носить весной, тогда, когда мы вернемся в офис на работу, потому что мы еще по-прежнему работаем из дома. Нам, правда, обещают, что скоро-скоро мы вернемся, но пока мы еще дома. Так вот, для того, чтобы утром в попыхах не бегать, не собираться, не искать, не думать, что надеть, какую юбку, какую кофточку, какие обувь, какие сережки и так далее, я решила заранее делать это, вот, собирать такие вот аутфиты, чтобы у меня уже была вот такая вот, какая-то такая, знаете, база данных, что называется. Я, на самом деле, давно собиралась заняться этим, но вот как-то не доходили руки, и вот сейчас я решила, вот, пока у меня есть свободное время, и мы еще все дома, я решила заняться этим, заодно поснимать для вас видео. Я надеюсь, что вам будет интересно. Ну все, давайте смотреть, что я подобрала на эту неделю. Так, давайте начнем с понедельника. Как всегда, я решила надеть вот такие кожаные брюки. Вы знаете, что я вам скажу, девочки? Я вещи подбираю прямо вот тут с вами, то есть собираю и с вами их буду примерять. Может быть, они мне уже и маловаты, если честно. Я их надевала последний раз давно, поэтому, в общем, будем делать корректировку по мере поступления проблемы. И вместе с ними я решила надеть вот такой вот сделать для понедельника. Ну, скажем, немножко агрессивный образ, потому что кожа и анималистичный принт, это, конечно, да. Но попробуем, подумаешь, ничего страшного. Может быть, мы как-нибудь справимся с этой задачей. Вот такой вот свитер тоненький под тигра какого-то. Он немножко такой с люрексом, черно-бежевый. Брюки. К ним я хочу надеть пояс. Сейчас покажу, какой. Значит, у меня есть два варианта. Первый вариант, это вы помните, я купила в секонде пояс. Сам по себе он обычно черный, но у него совершенно необыкновенная вот такая вот пряжка. Под змею. Ну да, это, конечно, сильно. Кожа, змея, леопард, это, конечно, только немножко перебор. Но, знаете, понедельник день тяжелый, надо встретить его по всей оружии. Или вот у меня есть вот такой вот пояс бежевый, просто бежевый пояс, который подходит по цвету к свитеру. Видите, он тоже бежевый. Немножко, ну, как бы, контрастный получается цвет. Единственное, что в качестве украшения я вам покажу, что я хотела надеть. И тогда вот будем посмотреть, что называется. У меня есть такая вот цепь из такого металла. Темный металл с такой, знаете, черепаховыми вставками пластиковыми. Есть в тон подходящие сережки. И есть браслет такого же цвета, тоже такая грубая цепь. Он без пластиковых вставок, но он, в принципе, подходит. Почему я решила надеть эти украшения, ну, не знаю, мне кажется. Может быть, это немножко too much, потому что вот к такому сильному, как бы, принту еще и такие вот украшения. Ну, не знаю, посмотрим. Тут я уже, знаете, во все тяжкие пустилась. И если я надену вот эти украшения, то вот этот пояс, мне кажется, будет выглядеть лучше, потому что цвет металла совпадает. А в этом пряжка серебряная. Ну, вы знаете, на самом деле я это примерю. И мы решим, что лучше, потому что, на самом деле, очень все надо примерять. Может быть, я и вообще не надену тогда эти украшения, потому что это действительно будет слишком. Так, вторник. Решила надеть вот такую вот юбку в клетку. К ней есть пояс. Но пояс я хочу надеть сверху на свитер. Давайте я сейчас вам покажу, какой я хочу свитер. Покажу украшения, опять же, и пояс на юбке. Сейчас, секунду. Смотрите, свитер обычный бежевый. И потому что, ну, юбка такая яркая, и я подумала, что свитер нужен такой поскромнее, да? И еще он длинный. И я как бы преследую еще одну цель, потому что у меня в этой юбке она очень облегает. У меня торчит сильно живот. Поэтому я решила надеть такой свитер, который длинный, будет закрывать живот. И вот этим поясом я, опять же, подпояжусь. Это пояс от юбки, сверху на свитер. Посмотрим, как будет. Опять же, не знаю, потому что все это не примеряла. Буду примерять с вами. И вот, как украшение, я нашла очень старый. У меня был такой набор пластиковый. Босы, серьги и браслет. Потому что здесь есть зеленый цвет, есть бежевый цвет. Ну, это не совсем такой же зеленый, как на юбке. В принципе, он немножко другой. Но я думаю, что ничего страшного. В принципе, это как бы сохраняется цветовая гамма. Поэтому, может быть, будет неплохо. В среду я хочу надеть вот такое вот детское смешное платье. Я даже не помню, что это за бренд. Какой-то, не знаю. Купила его в нашем Винерсе. Это тот же магазин, что и Машлс. Мне очень оно понравилось тем, что вот такой вот у него смешной воротник. Немножко детский, да. Ну, неважно. Прикольный. Значит, он, по-моему, застегивается. Да, вот так вот можно его застегнуть. Здесь есть петля. И вот здесь вот на лапке кошки есть пуговица. Никогда не застегивала. Кстати, может быть, попробую. Вот такое вот оно в звездочках. Немножко такое короткое, чуть выше колена. Вот такое вот детское платьице. Решила надеть к нему вот такой вот красный пояс. А сережки, знаете, что... А, кстати, на шею я решила ничего не надевать. Потому что здесь этот воротничок, который очень активный. Насчет сережек я не знала. У меня есть... Ну, наверное, просто какие-нибудь одену. Вот какие-нибудь вот такие сережки. Ну, что-то такое. Просто здесь золотая пряжка. И мне нужно что-то... Что-то такое под золото. Посмотрим. Четверг. Я решила надеть вот такое платье. Оно трикотажное. С таким... В общем-то, не короткий рукав, но и не очень длинный. Красивый такой расцветки. У меня есть ощущение, что оно мне узковато. И поэтому я хочу прикрыть его сверху. Надеть сверху вот такой пиджак. Мне показалось, что это хорошее сочетание. Потому что здесь есть, видите, вот такие серо-голубые оттенки в этом платье. И вот этот такой серо-голубой пиджак в клетку. Два принта вот смешаем. И надеюсь, что будет хорошо. Видите? Вот таким вот образом, мне кажется, вместе они будут хорошо сочетаться. Сейчас покажу украшение. Я решила надеть вот такие две брошки. Одна, кстати, золотая у меня, одна серебряная. Но это не важно. Они очень похожи. Тоже из секонда, конечно же. Не знаю, что за компания и что, но они очень интересные. На них есть какая-то маркировка сзади. Но я что-то не разобрала, если честно. Но я думаю, что это что-то наше, местное, канадское. Они не винтажные. Ну, вот такая вот, такие эмалевые, красивые броши. И в качестве серег я вот думаю, тоже попробую. У меня есть такие серьги. Серьги-клипсы, серьги. Очень по цвету подходят к этому платью. И, в общем, как-то так сочетаются с этими брошками, по-моему. Вот такой у меня аутфит на четверг. Ну, и пятница. Это джинсы. Те же самые, что в прошлую пятницу у меня были. У меня есть много джинсов, но есть такие, что я люблю. Белый свитер. Хлопковый. Вот нашла такие серьги у себя. Просто такие жемчужинки. Очень милые. Посмотрите, какие они симпатичные. Утыканные какими-то, как ежики такие. Серебряными. Такими в серебряную такую точечку. Просто на цепочке. Такая длинная серьга. Белая. Под жемчуг. И вот такой вот аутфит у меня на пятницу. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, так по традиции. Показываю свой образ уже теперь с обувью и с верхним пальто, как будто из нижнего пальто, с верхней одеждой. Вы видели тоже, я надела украшения, другой пояс со змеёй, потом всё это сняла, переодела и оставила вот этот вот такой нейтральный пояс, потому что получалось прямо очень-очень всё такое, знаете, уююю. Вот, поэтому я решила, вот хватит с меня вот этой вот кофточки под леопарды и кожаных брюк, это уже достаточно, так скажем, агрессивно. Поэтому очень скромные вот такие ботинки чёрные на тоником-тоником каблуке. Кстати, ботинки из ткани, они очень удобные, я их очень люблю. И тоже очень такая, знаете, нейтральная чёрная сумочка кожаная с серебряным под цвет вот пряжки, видите, с такими, с фурнитурой. И сейчас вам покажу, что я надену в качестве верхней одежды. Ну, всё-таки, тема животных меня не оставляет. Я не знаю, что со мной такое, но почему-то меня вот потянуло на коротенький такой полушубок. Опять же, весна весной, но, в принципе, температура у нас держится в районе там плюс 5-7, иногда очень хорошо поднимается до 12, но это редкие дни. Вот, будем считать, что в этот день температура будет где-то плюс 5-7, вполне можно носить вот такой вот коротенький полушубок. Ну, да, конечно, кожа, леопард и мех. Мы собрали всё, что можно. Хорошо, что я решила не надевать пояс с пряжкой в виде змеи, это было бы совсем кринч полный вообще, конечно. Вот, вот такой вот у меня получился образ, вот такая вот сумка под цвет. Ну, вот цвета довольно-таки умеренные, но фактуры у меня играют в этот понедельник. Вот так я решила, что буду я вот так одеваться и, не знаю, конечно, немножко так агрессивно, но, в принципе, за счёт того, что цвета очень такие скромные, так скажем, да, по-моему, ничего. Итак, девушки, вторник. Вы видели, что мне нелегко дался вторник. Вы видели, что я переоделась, поменяла украшения. Первоначальный свитер, который я выбрала для этой юбки, мне не понравился, потому что я хотела его надеть с поясом. Он оказался какой-то очень длинный, с поясом получилось некрасиво. И он такой узкий и длинный, и тогда я поменяла его на вот этот вот свитер такой более объёмный, который, по-моему, лучше подходит вот к ширине, длине к этой юбке, по объёмам, по соотношению, знаете, объём и длина. И тоже украшение, которое я выбрала сначала, мне не понравилось, потому что оно очень не подходило по цвету зелёное с зелёным. И тогда я нашла вот такие вот бусы, которые очень подходят к этой юбке. В результате я надела вот такие вот замшевые, они серо-зелёные эти сапоги, они немножко зеленоватые. Взяла вот такую сумку, которая подходит под свитер коричневый, и немножко коричневый совпадает с цветом сапог, и, в общем, немножко отличается, но как-то так. Вот так у меня получился образ на вторник. И вот так выглядит мой образ пальто. Решила я надеть бежевое пальто. Ну, как бы тут свитер бежевый у меня, и юбка очень яркая, чтобы уже не создавать никаких ярких аутфитов. И вот эта сумочка очень подходит, по-моему, к этому пальто и с этими сапогами. Выглядит симпатично. В принципе, цвета похожие, но в то же время не совсем одинаковы. Боже, я смотрю на свою голову, девочки, вот хотела сделать прическу другую. И посмотрите, на что я уже похожа после, там, 15 раз переодевшись. Сейчас надо будет ее немножко поправить. Ну что, девушки, не совсем такой традиционный для меня аутфит и образ. Немножко детский, коротенькая платьица, юбочка такая колокольчиком. Но решила я надеть ботинки под цвет пояса. Ну, что-то в этом есть. Да, конечно, это не всем, может быть, понравится. Не все такое любят. Мне нравится. Ну, иногда такое можно носить. Я не ношу такие вещи часто. Но, коль уж висит у меня это платье в шкафу и скучает, то я решила, что можно иногда его и надеть. Тем более, к моему большому удивлению, оно мне еще как раз. Я думала, что я уже давно из него выросла, потому что покупала я его очень давно. Сейчас я, кстати, такие вещи не покупаю, короткие. Но вот то, что висит в шкафу, то иногда ношу. И надела я вот это пальто к нему. Здесь, видите, такие у меня присутствуют красно-бордовые цвета. Сумку взяла красную под цвет ботинок. Да, вот такая старомодная женщина. И пояс, и сумка, и ботинки у меня все одного цвета. Ну, и пальто где-то вот близкого цвета, потому что в нем есть какие-то бордово-черно-серые такие оттенки. Мне кажется, хорошо получилось. Ну, плохо. Тем более, что юбка-платье короткое, пальто длинное, поэтому мне кажется, что это очень, ну, как бы лучше, чтобы пальто было подлиннее. Показываю вам образ четверга. Взяла красную сумку, серые сапоги у меня. И вот так выглядит эта пись пальто. Сейчас надену пальто. Решила надеть просто черное пальто, вернее, оно черное такое в серую клетку. Ну, потому что у меня достаточно уже здесь цветов, чтобы еще добавлять какие-то яркие цвета. Так что, вот, пальто очень строгое и такое, практически черного цвета. Итак, наконец-то пятница. Я надеюсь, что вы не очень устали. Белый свитер, джинсы, черные ботинки с таким блестящим серебряным каблуком. Черная же сумочка та же самая, с серебряной фурнитурой. Очень простой образ, очень обычный, такой, знаете, длинный свитер, клешные широкие брюки. Очень удобно, очень тяжело. Сейчас покажу пальто. Обычный у меня мой пуховик, тоненький. Он совершенно тоненький, но он очень красивого ментолового цвета. Немножко добавить цвета к этому джинсу, джинсу бело-черному образу. Вот так выглядит он с сумкой и полный рост. Вот такой аутфит. Очень простой, без всяких, без придумок. Ну, белый свитер очень освежает. И пальто красивого цвета. А так все остальное, сумка и ботинки черные, и обычный джинс. Все, дорогие мои девочки, я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно, развлекательно, весело как-то, каким-то образом. Я надеюсь, что вы что-то почерпнете из моих видео, может быть, как идеи для своих аутфитов. Но я очень старалась, во всяком случае, думаю, что заслужила от вас лайк, по крайней мере. Все, увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша Детей из Канады. Пока-пока-бай. Пока-пока-бай.